Привет, друг, с тобой Айван. Мы продолжаем играть на сервере Смотр Рэйдж, всё как всегда. Как ты понял по названию ролика и по превью, вместе с тобой мы сегодня купим... Ну как не сегодня, месяц назад, это уже купил, ну да ладно. Купим первый мой фулл блат вообще на всех серверах. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня свой личный промокод Айван. Пойди вы при регистрации и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Иди сдавай направо и работай на свою мечту. Спасибо, Сашка прыгнула, бампер уже минус. Я понял. Вот вы думаете, наверное, вот этого Эвана столько денег в прошлой серии купил бизнес за 25, а здесь ещё номер фулл блат будет покупать. Да-да, конечно. Расскажу предысторию, с чего всё начиналось. Как-то сидел, я играл в кс, и мне пишет человек в дискорде, с нашего клана, тебе большой привет. Типа, Айван, тебе ашки нужны? Я говорю, какие? Он говорит, ААА, 33377. Фулл блат и 77 регион, моя коллекция, вся херня. Я такой, сколько? Он говорит, 40. Но я-то знаю, что перед этим продавали ААА, 1.1.1.1.77, продавали за 50, но по факту их продали за 40. Я говорю, давай, давай меньше. Он говорит, ну давай, типа, если тебе прямо сейчас, давай за 30 заберёшь. Я говорю, блин, у меня же денег нет. Типа, у меня есть 22 ляма, и всё, у меня больше нет. Он говорит, ну давай, типа, пофиг, 22 ляма сейчас, а остальное, типа, потом докинешь. Я такой, окей. И потом начал я скрипти просто везде деньги, снял со всех бизов, снял с дома баланс денег. Короче, везде себе оставил ноль, и мы поехали на ЭКХ покупать мне номер. Как это было? Можете посмотреть. Куда ты меня втягиваешь? А, у меня есть 21500. Поехали на биз, я попробую снять. Если метка появилась, будет 21800. У тебя здесь метки тоже нет, да? Я не знаю, я, короче, сегодня зашёл первый раз за пару дней. Решил выполнить задание. Вот. И... Значит, забагалось. Именно на этом бизе. На трёх остальных не забагалось, на этом забагалось. Возможно, он на них купил с ГОСа за 15. Возможно, он купил кто-то лов... За 20, за 10. Ну, красавчик, значит, если нашёл, а я не красавчик, значит, что я их проморгал. Вот. Но за такую стоимость, которую он предлагает, это хорошая цена. Тем более за футблат на 77-м регионе, аааа, 3-3-3, ты шёл. А, кстати, у него айдичник 427, у меня 420-й. Предхотел и купить М3, называется. Хотел купить Каен. Благодарю. Брат, 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 стой. Что? А ты девятки не продаёшь? Нет, мы мне давали 150. Х**ть, 150? Да. А что такое? Да не, ничего, просто поинтересоваться. Не понял. 150 за девятки? Охуеть. В принципе, так мы его купили, и я задолгал, получается, 8 или 9 миллионов, я уже не помню. Было давно. И теперь у меня стояла задача, как же мне отдать долг. Я не хотел с ним надолго задерживаться, чтобы где-то в течение, ну, недели я его смог, ну, недели-десяти дней я его смог отдать. В итоге, что я придумал? Я придумал одну интересную идею, что я сниму свой номер АА-002-97 с гелика, который у меня был. Вот, потому что 77-ой я уже купил регион. И на гелик повешу фулблаты, а Е-34 с номером... Ой-ой-ой, чё это? На двух колёсах, блядь. А Е-34 с номером я продам. Ну, конечно, задача эта была не из лёгких, потому что я сначала продавал за 8 миллионов, потом продавал за 6 миллионов, и, наконец-то, нашёл выгодный обмен. В баке нет топлива, понимаю. Пацаны, цешка на такому? Я М4 хочу. Короче, да, давайте вставочку, как я поменял номер на гелике и как я обменял свою Е-34 на номере на другую тачку. Посмотрите прямо сейчас. Поехали рано утром на ЕКХ. А, здесь ёлка ещё стоит, я понял. Будем заниматься делами. Короче, мне нужно перевесить номера и вторые номера либо продать, либо на что-то обменять и продать. Знаешь что, номер ААА-333-77 меняем на номер ААА-002-97. Вот этот. 500 тысяч мы только что всрали, я ещё долг не отдал, но 500 тысяч только что всрал. Вот, теперь у нас Е-34 на номере ААА-002 и гелик на номере ААА-333. Можно это, посмотри, как это выглядит? Так, он сюда, сюда. Бл***, гелик дорогой. Гелик прям по-богатому смотрится, прям охуенно. Приехали как бы меняться. Здорово. Привет. Знаешь что, М5Е, ой, говорю М5Е, чего? М5, почему я выйти с тачки не могу, что-то по-б***. М5Ф-10 на фото помешки, да? Кроме капота, ну там капота, у*****. Да, согласен. Короче. Вот так всё да, стоит. Я надеюсь, он Е-34 не попросит, потому что она столько. Ладно, погнали, что-то. 500 тысяч, да, моя комиссия. 50, да, да, да. Ладно, пог. Короче, решил я продать номер, как вы знаете, вот. Мне предложения пришло много. Даже предлагали мотик, но мне кажется, мотик сорвётся, потому что, ну, блин, мотик 7200 стоит новый. А я продаю свою Е-34 на номере. Конечно, номер 8 стоит, но мне пацан предложил. Он сказал, типа, жди до пяти вечера. Но, знаете, это такая сомнительная херня. Так что лучше сразу, если есть возможность обменяться, потому что никто не хочет почему-то этот номер. Все хотят хотя бы полублат именно с тремя одинаковыми цифрами. Типа, на буквы всем по***. Вот. Поэтому очень сложно найти было покупателя. Но F10, типа, я смогу её продать, ну, плюс-минус за 6. То есть, ну, короче, где-то я выручу где-то, ну, 5 лямов где-то за номер. Ну, в принципе, нормально. Нормально я дальнобойщик приехал себе сюда на ЭКХ? Забейтесь. Вот. Поэтому где-то лямов 5 я выручу. Тебя, если что, не слышно. А, я ничего не говорил. А, знаешь, забагалась. Убери тачку, а то я не могу выйти. Вот. Пошли. Сейчас надо оплатить ещё же этот, б***ь, штраф. У меня же их до***ра. Так, 890 тысяч. Давай внести. Вернуться в меню. Оплатить штрафы. 45 тысяч. А, в принципе, нормально было. Снять наличные. 2. 845 тысяч. Всё нормально. 2 845 у меня есть. Оп. Предлагаем. Я надеюсь, там комиссия где-то 1200, да, будет? Ну, где-то 5 лямов я с этого номера достану. Вот. И наличные деньги 500 тысяч. А, 67 тысяч. Благодарю. Да, не дошло. Всё, теперь с***ваться, потому что Е34 стоковый. Не, ну, по факту, я сказал, на Е34. Я же не говорил, что на ФТ. И он меня не просил его показывать. И он даже не спрашивал. Так что, всё нормально. Не особо выгодный, конечно, обмен. Хотелось бы на Ф10 без ДП. Но потом я вам расскажу такой прикол, что я считаю, что это выгодно было всё-таки. Почему здесь всё такой мульный, алё? Я же в гелике сижу. Короче. Получил её в 10. Теперь у меня предстояла новая задача. Мне нужно продать Ф10. Ой, блядь. Эти стринговоды, это капец. Что-то 3 дня я писал в эти объявления, что продал Ф10, продам Ф10. Никто мне не отписал. И на 4 день я нашёл покупателя на мою Ф10, которую я продал вроде за 5,8 или 5,850. Я не помню. Ну, давайте посмотрим вставочку и вспомним сколько. Пацаны, я совсем забыл. Давайте посмотрим, что у меня в багажнике в 10. Опа. Уже не пусто, это радует. И я надеюсь, что-то угодно. Дизель. Баленсиага. Серый и чёрный. О, вот Баленсиага, это за***ись. Это на базу. А предыдущее, это сфоткать. Сейчас посмотрим, что по цене. А предыдущее, дизель. Ну, дизель они ни х***а не стоят. Там тысяч за 10 кому-то отдать. И то вряд ли кому-то они за 10 тысяч нужны. 50 тысяч штрафов у меня, х***. Поплатить. Ну. Наконец-то. Так, погнали, погнали. Короче, сливаем за 5,8. Выходит, я номер продал за 5,3. Ну, можно добавить. Алло. Наконец-то. 5,8. Я готов. Благодарю. Подачи. 5,8. 10 лямов у меня есть. У меня есть ещё 11 сливков, куча одежды. Ну, короче, можно ехать и давать долг. Вот так, в принципе, в 10 была охрененная. Продал. И написал сразу человеку, что, мол, привет, давай я пойду тебе отдам долг. И мы пошли на ИКХ, и я ему отдал долг. Чё, нашёл? Какой-то? Б**ть. Чё за подстава, б**ть? Ну всё, на лям меньше надо, на операцию, б**ть. 8 лямов. Ну, давай. Ну всё, короче, ашки будут, пиши, звони. А в смысле, судить, 150? Я видел единички за 40 продали, а девятки за 150, это ж п**ть, а вообще. По-нормальной денёрки? Мне кажется, говно, с говно. Это как раз тройки. Ну вот такие, получается, дела у нас на мирские получились. И теперь у меня есть гель, ну у меня есть гелик уже давно, как бы, вот. Но теперь у меня на гелике номера ААА-333-77, нет. Ну, выглядит он просто охуенно на фулблатах. Ну, прям за***ть, да. А, и, кстати, на счёт других фулблатов, да. Возможно, кто посмотрит сейчас ролик, и у них есть эти номера. То есть, фулблат ААА на 77-м регионе. Я готов рассмотреть ваш вариант и выкупить. Вот, но у одного чела я спросил. Он, типа, ездит на рейндж-ровере, у него три девятки ААА-77. Он спрашивает, типа, почему он такой 150? Я такой, а***ть. Короче, люди уже крутят номера, цены на номера, вернее, полным ходом. Не знаю, купит ли у него за 150 кто-то. Но это, это пирамид капец оверпрайс. Ну что, а у меня, в принципе, на этом всё. Самое главное мы сделали. Прикупили номерок. П***ь, в 10 продали, долго отдали. Что ещё нужно? Надеюсь, тебе этот ролик понравился. Если это так, поставь лайкос, напиши комментос. Занимаешься ли ты номерами, или напиши, какой самый крутой номер у тебя вообще был за всё время. Будет очень интересно почитать. Подписывайся на канал, здесь выходит очень много интересного, полезного и весёлого контента. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым. И никогда их не пропускать. И нет, это не скрытая реклама Durex. Ну с тобой была я, всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока. Брат. Да. Можешь сказать всем удачи и всем пока? Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok